Мы не можем выбрать время, в которое живем. Зато мы можем помнить время, в которое могли бы жить. Вспомнить все. Здравствуйте, у микрофона Валерий Гусев. Это программа о памятных датах земли Псковской, которая выходит в эфир при поддержке областной научной библиотеки. Самые разные исторические события объединяет день 28 октября. 28 октября 1471 года в пригороде Пскова в острове произошел сильный пожар, который уничтожил множество деревянных построек. Остров – древнейший русский город. Первое упоминание в летописи о нем относится к 1341 году. И летописец говорит о нем как уже о сложившемся городе. Летописная история острова начинается с военных событий. И это не случайно. Остров служил не только крупным пригородом Пскова, но и важнейшим пограничным форпостом. В связи с этим с момента возникновения острова здесь была построена крепость. По предположению исследователей, крепость эта первоначально была деревянной. Внутри ее возвышалась деревянная Никольская церковь. Однако, исходя из имеющихся данных, можно предположить, что уже в конце 14 века в острове была построена каменная крепость, являющаяся крупным по тому времени военно-оборонительным сооружением средневековой Руси. Остров имел своего посадника и свое вече, решавшее вопросы войны и мира. Оно учиняло суд над преступниками, выбирало и судило главных городских сановников. Звон вечевого колокола собирал на площадь всякого, кто считал себя полноправным гражданином. Конец 15-го столетия характеризуется на Руси усилением Великого княжества Московского. Идет процесс создания единого русского национального государства. В 1510 году к Москве присоединилась и Псковская федеральная республика. Вечевой колокол в Пскове, а следовательно и в острове, был снят. Занимая пограничное положение и прикрывая Псков с юга, остров, а с ним и крепость, подвергались неоднократным нападениям. Так, в 1406 году ливонские рыцари две недели разоряли окрестные села под Псковом и островом, приблизились к острову, но на штурм не решились. В течение всего 15-го столетия враги посягали на крепость. Лишь в 1502 году, после упорного штурма, немцы захватили крепость. Город был сожжен дотла, погибло 4000 его защитников. Блистательную страницу вписала крепость в военную историю русского народа в конце XVI века. Когда в 1581 году на Русь двинулись первоклассные, по тому времени, прекрасно вооруженные войска польского короля Стефана Батория. С самого начала войны крепость стала опорной базой русских войск, где они получали питание и отдых. Ксенц Станислав Петровский, который вел дневник последнего похода Стефана Батория на Россию, писал, полагали, что островом легко овладеть и обещали взять его для забавы и ради присутствия короля. Но когда увидели место, занимаемое крепостью, со всех сторон окруженное водой, то сейчас поняли, что труднее взять его в виде, чем не видавши. Островищи проявили огромную стойкость. Исход осады решил сам Баторий. Объезжая крепость, он заметил сильную выгнутость западной стены, что не давало возможности вести флангирующий огонь по осажденным. Король приказал своим солдатам идти на приступ именно с этой стороны. Город был разграблен захватчиками и сожжен почти дотла. 28 октября 1581 года состоялся генеральный штурм Печорской крепости войсками Стефана Батория. Осаждавшие понесли большие потери. Осенью 1581 года, так и не сумев взять Псков штурмом, король решил сломить горожан зимней блокадой. Вот только он не учел, что его наемники вовсе не горели желанием зимовать в России. Наступившие холода принесли с собой проблемы с едой и выплатой жалования. В стремлении умилостивить своих воинов Стефан Баторий отправил их в Псково-Печерский монастырь, где находились запасы продовольствия и церковные ценности. Отборные отряды немецких и венгерских наемников во главе с Георгием Форенсбахом пошли на штурм. Монастырь защищало 200 стрельцов под командованием воеводы Нечаева. Вместе с монахами и своими же женами они отбили два жестоких штурма и даже взяли в плен племянника последнего магистра Ливонского ордена Готхарда Кетлера. Вот в такой экскурс в историю даты 25 октября. Какими событиями войдет в историю день сегодняшний, покажет время. До свидания. Вспомните все.